Низкие сахара бывают? Да, вчера у меня бывают низкие. А как часто они бывают? Собрать анамнез и уделить внимание каждому пациенту. Так проходит рабочий день эндокринолога Аллы Вигель. 90% поступающих в отделение – диабетики со сложным и хроническим заболеванием. А потому, рассказывает врач, ее миссия – помочь человеку не только профессионально, но и психологически. Представьте, что у нас пациент поступает, 20-летний ребенок, с первым выявленным диабетом первого типа. Еще вчера у него были, он был активный, у него там были планы какие-то, он ни в чем не видел ограничений. И вдруг мы ему сообщаем, что у тебя сахарный диабет, тебе придется колоть инсулин 5 раз в день, тебе придется колоть пальцы. Конечно, мы должны поддержать этого пациента и мотивировать его, что это не конец, что с этим можно жить, с этим нужно жить. В Краевой клинической больнице лучший эндокринолог работает уже 25 лет. Рассказывает, в медицину шла осознанно, женщина выросла в семье врачей, понимая, что это за работа. Также при медучреждении есть школа сахарного диабета, где Алла Константиновна рассказывает пациентам, как сосуществовать с недугом. В своей конкурсной работе врач отразила, как еще можно улучшить эндокринологическую службу в стране и в крае. Например, развивать межрайонные центры, где будет больше специалистов ее профиля, а также привлекать молодые кадры через систему наставничества. Чтобы молодые доктора-ординаторы обязательно проходили практику именно в отделениях эндокринологии, именно с реальными пациентами, под наставничеством врачей, опытных врачей, эндокринологов, в том числе в нашем отделении. Из-под профессионального крыла Аллы Константиновны также вышло немало врачей, которые сейчас являются частью дружного рабочего коллектива. Раньше я проходила здесь ординатуру в течение двух лет, и Алла Константиновна была моим наставником. Мы с ней вместе вели в палаты, обсуждали пациентов, она меня учила, дала мне знания, очень много, чему я очень благодарна. В первую очередь она человек, и уже потом врач. То есть она всегда на стороне пациента, и выслушивает его, и всегда помнит про то, что каждый пациент говорил. Напомним, всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. Его цель – поддержать лучших представителей своей специализации. Так, Алтайский край отличился и в другой номинации – лучший участковый терапевт. Им оказалась Наталья Скворцова из Барнаульской поликлиники номер 9. Мария Мацава, Андрей Печоркин. День с толком.